Молдову ждет очередная конституционная реформа. Игорь Дадон подписал указ о создании комиссии, которая будет отвечать за пересмотр основного закона страны. Он утверждает, что потребность в этой экспертной группе возникла из-за конституционного тупика последних шести лет между тремя главными институтами власти в государстве – президента, парламента и правительства. Тему новой конституционной реформы обсудили во время встречи главы государства с бывшими председателями Конституционного суда – Виктором Пушкашу и Дмитрием Пулбери. Игорь Дадон уточнил, что необходимость в создании комиссии по конституционной реформе назрела из-за ряда трудностей, возникших в этой области в последние годы. Мы констатировали, что в 2010-2020 годах несколько важных категорий специалистов и практиков в области конституционного права и государственного управления с обеспокоенностью отмечают проблему нестабильности государственной власти, институциональных блокировок, политического вмешательства в сферу конституционного правосудия. Общество и государственные институты Молдовы в недоумении от некоторых решений Конституционного суда, противоречащих тексту Конституции, отрицательно повлиявших на процесс сотрудничества государственных властей. Написал глава государства на своей страничке в социальной сети. Игорь Дадон заявил, что все эти спорные моменты создали многочисленные препятствия для обеспечения стабильности политической системы и даже спровоцировали попытки узурпировать государственную власть в Молдове. Президент также уточнил, что новая комиссия по конституционной реформе пересмотрит основной закон по таким вопросам, как политический туризм, нацбезопасность и ликвидация государства путем референдума. Кроме того, должны быть конкретизированы полномочия и устав Конституционного суда и высшего совета магистратуры.